Добрый день, рад вас приветствовать на нашей такой уже регулярной информационной площадке. К сожалению, как обычно, мы онлайн, надеюсь, что это скоро закончится, потому что нам, конечно, при всех телемедицинских и современных IT-технологиях, конечно, особенно нам, врачам популятивной помощи, без зрительного контакта реального крайне трудно, уже все друг по другу соскучились, конечно, хочется встретиться, увидеться и пообщаться очно. Сегодня мы, как обычно, на этой секции будем говорить о длительной респираторной поддержке, теме, набирающей обороты, тема, которая становится, на мой взгляд, с каждым днем все актуальней. И нынешняя ситуация с ковидом тоже показала нам важность этой проблемы, потому что если бы у нас была развита она, эта служба длительной респираторной поддержки, возможно, мы не испытывали бы такого кадрового голода, потому что мы бы могли привлечь многих врачей к этому. Которые хотя бы знают, с какой стороны подойти к аппарату искусственной вентиляции легких. Также, учитывая несколько военно-полевую ситуацию, мы стали во многих случаях использовать аппараты для домашней искусственной вентиляции легких. Это вполне возможно в условиях стационара, и в ряде случаев они оказываются иногда более эффективны, чем экспертного класса, особенно в неинвазивной вентиляции легких, учитывая их особенности, характеристики по определенным параметрам. Мы с вами сегодня поговорим, как обычно, об организации, наверное, об общих вопросах, немножко юридических, немного этических, и пытаемся ответить на вопрос, что же это, реанимация или палеотивная помощь, а может быть что-то иное, забегая вперед вам скажу. Ну, поэтому приступим. Да, начиная всегда с этого слайда, это прекрасный американский детский реаниматолог, который 30% еще до сих пор времени своего рабочего уделяет реанимации у детей, а 70% сейчас уделяет времени палеотивной помощи. И вот он мне сказал, вот как же так, вот что же это палеотив, как быть с реанимацией, это палеотивная помощь или нет вообще, как это все. Он очень просто ответил, ну что, ты же знаешь, что у нас в среднем такой в реанимации, в зависимости от профиля, ну, средненная, она может быть, летальность достигать 30%. Это не значит, что мы должны проходить мимо этих больных, просто они нуждаются в каком-то другом виде помощи, и им тоже можно помочь. Поэтому тогда я уже работал в палеотивной помощи, да, сейчас я работаю в коммунарке врачом-реаниматологом, и до того, как я перешел в палеотивную помощь, я работал почти 10 лет в отделении реанимации. То есть для меня это такая пограничная тема, она всегда присутствовала, поэтому вопрос не нов, да, и мы видели этих пациентов в отделениях реанимации, и что же им все-таки нужно, попробуем разобраться, и как это урегулировано, да, на сегодняшний день. Если вы посмотрите, это порядок по оказанию помощи по профилю анестезиологии реанимации, и вы видите, на самом деле у нас здесь много общего. Особенно, если взять там обезболивание, да, что мы и там, и там и занимаемся. Вот. Поддержание и искусственное замещение обратимо нарушенных функций жизненно важных органов и систем. Если брать респираторную нашу систему, да, то мы начинаем заниматься ей, когда уже необратимо нарушены функции, когда мы ее протезируем пожизненно и замещаем, то здесь, как бы, считается ситуация обратимой, когда она перестает быть обратимой, то в принципе, тут должны появляться мы с вами с литной респираторной поддержкой. Дальше мы видим, что палеотивная помощь уже прописана и в порядке анестезиологии-реанимации, то есть анестезиологи-реаниматологи имеют право оказывать эту помощь. У нас есть открытые реанимации, я всегда часто об этом показываю. К сожалению, пока эта история актуальна, да, и мы сталкиваемся с проблемами допуска родственников, но мы не говорим о сейчас карантинной истории, все же мы отдельно, урегулировано открытие отделения реанимации. Также у нас новый приказ по палеотивной помощи, о котором мы сейчас постоянно говорим, апеллируем к нему, все уже с ним знакомы, да, но его особенности. Нельзя не остановиться и повторить, да, что все уровни палеотивной помощи, и здесь важно сказать, что любой врач обязан теперь выявлять этих пациентов. И что немаловажно, что взаимодействие, реальное взаимодействие социальной службы, наверное, если я не ошибаюсь, взаимодействие, наверное, единственный приказ вот с таким взаимодействием. Поэтому полномочия по взаимодействию у палеотивной службы есть, социальной. Появились достаточно четкие критерии нуждаемости, разбитые по профилям и нозологиям. Вы видите, все это направлено на раннее выявление, прогнозирование, оценку эффективности использования коечного фонда и повышение этой эффективности. Здесь самое главное, на что в рамках нашего сегодняшнего общения стоит обратить внимание, что у нас впервые фигурировать начинает респираторный центр. И он появляется здесь. И это одно из первых регламентирования оказания помощи длительной респираторной поддержки вне отделения реанимации. И самое главное, что вне отделения стационара. И возможность это оказания этой помощи в рамках палеотивной помощи. Наши точки соприкосновения с отделением реанимации на самом деле, на мой взгляд, наиболее тесное взаимодействие с отделениями у нас реанимации у палеотивной помощи. Это сейчас не так видно, потому что зачастую пациенты не успевают перевестись в отделение. Да, реаниматологи не всегда находят время, чтобы заняться переводом пациента, оформлением документации, хотя, на мой взгляд, она минимизирована. И сейчас в ГКБ-40 в коммунарке мы активно развиваем взаимодействие с палеотивной службой. И пациенты специально открыты госпиталь для оказания помощи пациентам с ковид, палеотивным пациентам, у которых ковид уже является сопутствующим заболеванием, нежели ведущим. Обязательно я всегда привожу этот пример, что хосписная помощь это часть палеотивной помощи. Палеотивная помощь намного шире, она оказывается намного раньше. Здесь 10 фактов о палеотивной помощи варит. Это достаточно свежая публикация. И здесь важно сказать, что палеотивная помощь входит в реанимацию, а реанимация открывает свои двери для палеотивной помощи. И многие корифеи такой международной реанимационной помощи сейчас очень много говорят о психологическом состоянии, об этических вопросах пребывания в реанимации, потому что это все тяжело. Это влечет за собой по различным данным. Пациент, который провел в реанимации более 48 часов, может испытывать психологические всякие нарушения в течение еще полутора-двух лет. Это 70%, кто пробыл. Колоссальные цифры. То есть бесследно пребывание в реанимации не остается ни для кого. Это, как я иногда называю его, карцер в условиях кровати. То есть если человек в сознании, то он лежит, встать не может. Ну, к сожалению, зачастую фиксирован. При этом огромные плюсы как для пациента, как и для врача, уже очевидные, не требующие доказательства, как и целиком для медицинской организации от внедрения каких-то даже простых палеотипов, простого палеотипного подхода. Ведь допуск родственников можно назвать, что это палеотипный подход в реанимации. Когда мы обеспечиваем психологический комфорт, когда родственники выходят из отделения реанимации только в моменты важных манипуляций. Многие не любят этого. Многие не любят, когда родственники находят, потому что, ну, это дополнительный контроль. Это обязывает людей в отделениях реанимации быть лучше. Ну, нельзя себе позволить какие-то вещи, которые сделать потом, чуть попозже, сменить белье. Такое недопустимо. И это дисциплинирует. Поэтому такой некий внешний контроль, на мой взгляд, в отделениях реанимации, он достаточно полезен. Но при учете, что мы имеем, конечно, достаточный штат. И все же, если мы его не имеем, то родственники это хорошая помощь в рамках ухода, банального покормить пациента. Он же зачастую это может занимать полчаса, час, если у пациента есть какие-то нарушения глотания. Ну, здесь я специально фотографию привожу. Вот это все перечень современных работ. Видите, они датируются с 2012-го. Это все началось. Это интеграция палеотивной помощи и фотографии о том, что допуск собак-терапевтов в отделение реанимации. Да, мы начали уже допускать в отделение палеотивной помощи всякую живность нашу любимую, шиншиллы, ну, у кого рыбки, в общем, и все с паспортами. Это достаточно такая энергоемкая тоже работа. Да, но вы представляете, если сам эпиднадзор, какой-нибудь Роспотреб, наш надзор, увидит собаку в отделении реанимации. Я думаю, к сожалению, пока они не готовы к этому, хотя, конечно, на мой взгляд, это важная, да, такая некая гуманизация достаточно жесткой реанимационной истории. В чем же преимущество, да, палеотивной помощи? Мы всегда обращаемся к цифрам, да, и нам нужны какие-то факты, чтобы доказать что же хорошего влечет для нас палеотивная помощь в отделениях реанимации. Да, это снижение пребывания в реанимации. Это все очень важно. Эта койка перестает заниматься, причем колоссальные цифры. Пребывание снижается до 60 больше, чем в два раза сроки пребывания в реанимации. И самое главное, что это не перевод от как бы безысходности, потому что нужно освободить место, пациенту еще нужно оказывать помощь в отделении. Нет, это осознанное принятие решения. Пациент доволен, у этих пациентов не будет жалоб, потому что с ним обсуждено, это очень важно коммуникативный процесс, он переводится по собственному желанию, нету насилия никакого над пациентом, особенно это любят пожилые пациенты, с которыми поговорят, и они еще хотят побыть в стационаре, и палеотивная помощь на сегодняшний день может дать нам эту возможность. И в принципе все нормальные люди ходят домой, поэтому и сроки пребывания в стационаре тоже снижаются, потому что палеотивная помощь при казалось бы, вроде удлинения и пребывания на самом деле позволяет как можно быстрее отправить пациента в желаемое им место, и мы знаем, что почти 95% пациентов очень хотят оказаться дома. Если они не хотят оказаться дома, то скорее всего это какие-то социально-бытовые психологические проблемы, и если психологически мы можем помочь решить, то социальные, вот для этого нам и у нас появляется целый подраздел в нашем приказе о взаимодействии социальной помощи. Ну, никуда мы без денег не уйдем, да, естественно, мы сокращаем затраты за счет снижения пребывания, да, что важно сказать, что часто сталкиваемся, особенно это с молодыми пациентами, которые начинают давайте лечить, лечить до последнего, да, все, что не хочешь, особенно в определенных наших субъектах Российской Федерации бытует мнение дорого значит хорошо, а как показывает исследование, что дорого зачастую очень сильно снижает качество жизни и при этом не влияет на исход заболевания, то есть много инвазии не является показанием, все должно быть строго по показаниям, не могу не воспользоваться случаем, да, и сказать по поводу, что крайне осторожно надо быть, даже вот сейчас сложившейся ситуации у наших пациентов это есть, нельзя назначать антибиотики, у нас есть палеотивные пациенты, которые заболевают ковидом, антибиотики не действуют на вирус, поэтому для назначения антибиотиков нужно у нас подтвержденное наличие бактериальной инфекции, поэтому не нужно сразу делать все препараты, все препараты делаются не по любви, а по показаниям, вот, коллеги, кто еще сталкивается с этой проблемой, а мы все с ней сталкиваемся, обратите пожалуйста на это внимание. Интересное исследование сделали канадцы, посмотрите, чем это знаменательно, что у нас имеется 18 пациентов, нижняя выделенная строчка, вот где четвертый столбец, 18 пациентов, которые пробыли в отделении реанимации более 6 месяцев на искусственной вентиляции легких, при этом эти 18 пациентов на себя забрали 4,5 тысячи койко дней, посчитали они, что это заблокированных 790 потенциальных госпитализаций, это почти 2000 ой, 1000 потенциальных госпитализаций, что самое интересное, вот эти 4600 койко дней, если мы их разделим на 365, то мы получим, что койки заблокированы на какое-то колоссальное количество времени, вплоть до годов, десятилетий, койка одним пациентом, по сути, 18 пациентами занята почти более чем 10 лет. Что важно сказать по внедрению, реальному внедрению палеоативной помощи в скоропомощные больницы, это касается в первую очередь, это выделение реанимации непосредственно, да, я вот выделил, и действительно это так, количество жалоб снижается, да, но, потому что врач по палеоативной помощи занимает у него конкретная задача пообщаться с пациентом, выявить его потребности, обсудить его прогнозы, то, на что не всегда хватает времени у врача, зачастую подобрать обезболивание, потому что все-таки в основном стационарах нацелены на острую боль, и вот даже сегодня на обходе у пациентки с таким с хроническим болевым синдромом не онкологическим, а после перелома шейки бедра он такой с нейропатическим, да, как обычно обезболивание кетаролом, да, сделаны были рекомендации и замечания по поводу ведения таких пациентов, да, что наши постулаты, о которых Гуза Рафаил наговорила, да, что это все по часам должно быть, что это должно быть не по запросу, что это преимущественно пероральные формы, все это, конечно, повышает невероятную удовлетворенность пациента, он чувствует внимание, и, в принципе, врачи довольны своей работой остаются, потому что это тяжелая работа, и люди устают, и это благодарность вот это психологическое пациентов и удовлетворенность своей работы, это очень помогает профилактировать выгорание, как вы здесь видите, ну и то, что мы видим, наши статистические показатели здесь больше для организаторов здравоохранения важны, что плюсы налицо, но все же перевод в палеоативную помощь из скоропомощного стационара не должен являться сюрпризом для родственников, потому что зачастую мы сталкивались с историей, что родственники два дня не могут найти своего пациента, они просто забыли сказать, что забегались и о том, что не перевели. К сожалению, это грустные примеры, но все же надо помнить о них и уважать, и все-таки человек это существо социума, и он не один, в нем он не изолирован, есть родственники, близкие, друзья, или хотя бы обозначенное информированное добровольное согласие лицо, о котором требуется сообщать о состоянии пациента. Ну, если, конечно, он не сказал, что я не хочу, чтобы кто-либо знал, где я и что со мной. Такое тоже бывает. Про потребность. Важно сказать, да, вы знакомая уже картинка вам, мы уже к ней все привыкли, да, это структура по нозологиям смертей, и что обратите внимание. Значит, первое, третье место, вышла на третье место хроническая обструктивная болезнь легких, и 10% пациентов уже умерли именно от нее, как основного диагноза, и эта болезнь сопровождается одышкой, гипоксией, которая требует длительной респираторной поддержки кислородотерапии. Начинается с кислородотерапии, и дальше возможно подключение неинвазивной вентиляции легких, или эти пациенты становятся хроническими конюля-носителями, если они попали в отделение реанимации, да, и не удалось избежать интубации и переводной искусственной вентиляции легких, и они могут зачастую остаться зависимыми от искусственной вентиляции легких. обратите внимание на онкологию дальше, несмотря на то, что она второе место занимает, значит, в ее структуре, если взять мужчин и женщин вместе в когорте, то самое распространенное это рак легкого. Здесь не учитываются метастазы в легкие из других, и мы не знаем, не можем посчитать с вами, но как минимум рак легкого, а если брать среди женщин, то рак молочной железы, который часто сопровождается и метастазами в кости, и зачастую бывают метастазы в легкие, это все сопровождается одышкой, и они, да, пусть на более короткое время, в отличие от пациента с Хоблом, они нуждаются в кислородотерапии. Сердечно-сосудистые заболевания, да, общая группа, она не делится, но мы знаем, что она условно делится пополам. Половина у нас инсультов, половина инфарктов. И в этой структуре, да, из острых коронарных смертей 85% у нас это предсказуемые декомпенсации хронической сердечной недостаточности, которая опять-таки сопровождается дыхательной недостаточностью и одышкой. То есть эти пациенты тоже могут нуждаться. И одышка все же это второй, а я их приравниваю, симптом тягостный, симптом по значимости, на мой взгляд, одинаковый, то есть это такая модификация боли. у нас есть боль и одышка. Два самых тяжелых симптома, которые невероятно снижают качество жизни наших пациентов. Далее, потребность. Вот такая потребность. Я вам открою секрет, что в ряде развитых стран, такой как Франция, цифры уже совершенно другие. Там это все выросло в 5-10 раз. Но если мы будем опираться на сегодняшний день на данную статистику, хотя бы мировую посчитали, то мы увидим, что ориентировочно с чего нам начать, у нас около тысячи пациентов, нуждающихся в инвазивной искусственной вентиляции легких на дому. У нас есть почти еще больше, это 10%, почти 10 тысяч пациентов нуждающихся в не инвазивной вентиляции легких. И это все пациенты не включающие ночное апно, об этом я скажу. И почти 10 тысяч пациентов нуждающихся в кислород терапии. И это только в Москве, чтобы вы понимали. Что же у нас, какие проблемы существуют с искусственной вентиляцией легких? К сожалению, у нас проблемы существуют на всех уровнях искусственной вентиляции легких, не только дома, не только по палеотинной помощи, но и в реанимационной службе. У нас отсутствует нормативная база, как ни парадоксальная, ну может быть это, конечно, и оправдано, но у нас отсутствует четкое, утвержденное законом определение искусственной вентиляции легких и ее разновидностей. это, соответственно, у нас нету понимания, как же нам все-таки называют длительное, пролонгированное, хроническое, потому что все подразумевают под этими словами одно, нам нужно заходить в одно понятийное поле. Где граница, где эта часть палеотинной помощи, где палеотин интегрирован в систему оказания реанимационной помощи, где это полностью уже зона ответственности, палеотинной службы. Есть Сигма, о которой я говорил, врачи считают, что если что-то связано с кислородом и длительной респираторной поддержкой искусственной интегрировки легких, то обязан этим заниматься анестезиолог-реаниматолог. Но здесь всегда парадоксы. Анестезиолог-реаниматолог не может анестезиологическую реанимационную помощь оказывать амбулаторно. Потому что либо только в рамках скорой помощи вне стационара. Отказ от ИВЛ на самом деле по факту невозможен. У нас есть отказ от медицинской помощи, но если ты уже находишься на аппарате искусственной вентиляции легких, то отказаться от этого по факту даже писать бумагу тебя никто не отключит, потому что побоятся и, наверное, правильно на данном этапе сделают уголовного преследования. принятие решений у нас в принципе нету культуры заблаговременного принятия решения. У нас все любят отодвинуть принятие решения. Ой-ой-ой, что это касается и социальной помощи, не хотим, не будем, мы будем жить, вот пусть о нас заботятся и никто не подстраховывается, никто не думает о том, что с ним будет и какой вид медицинской помощи он хочет получать в случае утраты сознания, будь то черепно-мозговая, травма, инсульт или что-либо другое, или деменция. на самом деле в США этот закон есть, но им пользуется около одного процента пока на сегодняшний день, то есть это все равно люди-то везде одинаковые и психологически конечно люди хотят отодвинуть мысли, хотя плохие, хотя здесь ничего плохого нет, это просто разумные мысли и разумное прогнозирование. мы договорились эти будут звучать такие определения мы клиническими рекомендациями по длительной респираторной поддержке будем утверждать. Вы видите длительная кислородотерапия что называется она делится на низкопоточную и высокопоточную и как мы разделили длительную искусственную вентиляцию легких что она может еще делиться менее 16 часов и более 16 часов это вопрос решенный в законодательстве европейских стран у нас это пока на этапе обсуждения то есть они называют это где нуждаемость в респираторной поддержке более 16 часов то это жизнеподдерживающая так называемая терапия которая требует имеют определенные требования к оборудованию более жесткие наличие более мощной батареи и так далее вот наши виды немножко несколько слов про кислородотерапию у нас ночная кислородотерапия амбулаторная палеотирная краткосрочная да вы видите разновидные какие у него разновидности и если мы видим что у нас длительная на самом деле кислородотерапия и палеотирная они смешиваются да если имеется ввиду что длительная кислородотерапия это которая проводится на протяжении до конца жизни у пациентов с хронической конструктивной болезнью легких то вот палеотирная имеется ввиду кислородотерапия в конце жизни хотя в нашем случае в нашем законодательстве И учитывая, что респираторная поддержка и кислородотерапия регламентирована у нас законодательством по палеотивной помощи, то получается и длительная кислородотерапия входит в палеотивную кислородотерапию. На мой взгляд, это некий парадокс, который со временем мы должны разрешить и поставить уже четкие разграничения, чтобы было понимание. ХОБЛ показания, да, мы видим стандартные показания для кислородотерапии и длительной респираторной поддержки. Здесь важно сказать, вы видите нейромышечные заболевания, здесь имеется в виду и длительная респираторная поддержка и кислородотерапия. Здесь я всегда акцентирую на том, что у пациентов с нейромышечными заболеваниями проблема в, так сказать, насосной функции, вентиляционные проблемы. То есть не работа мышц с легкими, там все в порядке. Поэтому прежде чем давать пациенту кислород, ему сначала нужно решить вопросы с вентиляцией. Поэтому в первую очередь пациент получает неинвазивную или инвазивную вентиляцию легких и только потом кислород. Потому что иначе вы добьетесь гиперкапнической комы и смерти пациента, если вы будете нейромышечному больному со здоровыми легкими давать кислород. Поэтому ни в коем случае, поэтому нельзя ориентироваться просто только на сатурацию, потому что она у них может быть нормальная. При этом уровень углекислоты будет зашкаливать и вызовет кому. И золотым стандартом является анализ газового состава артериальной крови. И вот поэтому мы приходим к организации, да, как мы это видим, я бы назвал, что это наш такой алгоритм, к которому мы будем стремиться. Это наше понимание организации, но, к сожалению, не организация на сегодняшний день. Если мы говорим про выявление пациентов, да, эти пациенты в основном по диагнозам, вы видите, основной поставщик – это отделение реанимации. Все эти пациенты там могут оказаться. По явлениям дыхательной недостаточности ХОБЛ можно выявить на ранних этапах и предотвратить их поступление в отделение реанимации. Не включены пациенты с ночным апноэм, потому что невозможно их признать палеотивными. Как выявляются эти пациенты? Есть шкафы, на мой взгляд, очень удобные, которые позволяют прогнозировать неблагоприятный исход и прогноз на ближайший год, что может нам позволить отобрать этих пациентов для длительной респираторной поддержки и кислородотерапии. Эту можно оценку проводить на 14-й день. Это достаточно простая шкала, вы видите, да, при количестве баллов и летальность. Или тут даже смертность зависит от того, где находилась либо это госпитальная летальность, в какие сроки можно ожидать. И вероятность, точнее, в первый год, вероятность летальности. Это все-таки, но это шкала, которая нам позволит выявить больных. Естественно, никто не отменяет индивидуального подхода, да, оценки конкретного клинического случая, конкретным врачом или группой врачей или консилиумом непосредственно у постели больного. Это такое некое сито, да, чтобы обратить внимание. Далее. То, что у нас отсутствует, почему я говорил понимание, да, протокол отлучения, отлучение от аппарата ИВЛ, она же культура ИВЛ, я ее называю, да, что если мы умеем своевременно перевести пациента на искусственную вентиляцию легких, это полпроцента, ой, это 50% успеха, то далее вопрос его длительного отлучения, его реабилитации. Для этого существуют отдельные центры, которых у нас не существует в России на сегодняшний день. Есть попытки их создания, но будем надеяться, что скоро мы получим, да, и туда будут пациенты уже в неком стабильном состоянии переводиться, у которых будет три варианта исхода. Либо это отлучение, полное возвращение к нормальной жизни, либо это кислородозависимость, либо пожизненная искусственная вентиляция легких в различных ее проявлениях, в различных количествах часа в сутки. Но все же. Но вот грустно, но не могу не показать вам это, да, вот культура ИВЛ, вот так не делается, вот так нельзя отлучить пациента с таким подходом говорить о длительной респираторной поддержке. Все-таки все должно быть красиво. Я вам покажу, как это должно быть, поэтому пересмотрите, если кто-то увидел знакомые ситуации, пожалуйста, пересмотрите. Особенно вот это инфузии через иглы, где не бронюли, фиксация пациентов, я вообще молчу. Переключение и дальше, да, минимизация. Если мы, реаниматологи, на сегодняшний день, да, идем по пути максимального мониторинга, достаточно инвазивного, все контролировать, то наступает этап, когда мы выходим на оплату, а потом начинаем спадать. И должны минимизировать, подготовить пациента, чтобы он жил независимо от всех этих приборов проверяющих, либо они были минимализированы и не влияли на его повседневную жизнь. И дальше самое проблемное, с чем мы столкнулись, это бесперебойное обеспечение как оборудованием, так и расходными материалами. Причем оборудование – это полбеды. Обеспечить бесперебойное и рассчитать под каждого пациента потребности по расходным материалам – это колоссальная работа. Это патронаж, то есть это должны быть кадры. Это кадровый ресурс должен быть. Это высокой квалификации и врачи, и медсестры, прошедшие специальное обучение. И это позволит, да, это автономия пациента и вовлеченность самого пациента тоже в процессы его родственников. Вот кратко условия из методички 2016 года, которые мы будем переписывать обязательно. выбора оборудования нельзя не сказать про выбор оборудования. Вот здесь самое простое, на что нужно обращать внимание – это на уровень шума. Ну, невозможно жить, если у вас оборудование работает больше 45 дБ с громкостью. Человек не сможет спать. И это прямой путь к депрессиям, бессонницам, у кого-то там судорожному синдрому. Выбор оборудования для дома, оно должно быть для дома. Вот это не для дома. Вы видите, что это оборудование в некоторых квартирах просто не поместится. Оборудование для длительной неинвазивной вентиляции легких. Вот здесь, для примера, я взял такой надежный, старый, в производстве, но абсолютно современный по удовлетворению потребностей пациента на сегодняшний день, Респироник СА-40 от Philips. Они компактные, они тихие, у них встроенный увлажнитель, у них есть встроенный аккумулятор, который хватает на 4,5 часа, плюс есть переходники для автомобиля. Все для удобства, есть много сумок, в которые он может убираться, убираться в рюкзак, прикрепляться к электрической или там любой коляске для прогулок. Крайне удобная машина для неинвазивной вентиляции легких. Для длительной инвазивной искусственной вентиляции легких есть вот такая тоже машина от Респироникс. В общем, акцентирую на них внимание, потому что достаточно уникальные технологии там сейчас используются и максимально комфортные для пациента, очень чувствительные так называемые триггеры, которые ловят минимальные попытки пациента для попытки вдоха пациента. Они также тихие, крайне чувствительные вот эти сенсоры на попытку вдоха, еще раз повторюсь, да, но здесь вы видите на картинке справа, требует отдельного увлажнения, но он подходит для трахеостомы, как для трахеостомы, так и для инвазивной вентиляции, и неинвазивной вентиляции легких. При том, что ничего не требуется делать, вы можете просто убрать маску и переставить, никаких замен, настроек, смены контуров, просто один и тот же контур подходит и для той, и для другой работы в рамках инвазивной и неинвазивной вентиляции легких. Это очень удобно. Вот этот аппарат, который представлен 202, он может быть использован в стационаре, поэтому для центра длительной респираторной поддержки или для отделения палеотивной помощи, на мой взгляд, такая идеальная машина. Также сейчас готовится для дома аналог, лицензируется у нас в России. Важная история – это обеспечение санации трахеобронхиального дерева. Это касается особенно нейромышечных заболеваний, использования от кашлятеля, которые тоже есть у респироникса. На сегодняшний день, наверное, самый лучший, зарегистрированный в России. Дилемму я уже, наверное, скоро уберу этот, так как мы закончили в этом году, заканчиваем уже серию вот этих образовательных наших форумов. Палеотивная помощь – да, вот эта дилемма, которая у нас была, и, на мой взгляд, мы ее разрешили. Палеотивная помощь утверждает жизнь и отношение к смерти как естественному процессу, все это помнят, и не имеет, наверное, ни отсрочить, ни приблизить наступление смерти. Тогда как же в эту структуру встраиваться длительная респираторная поддержка, которая, конечно, увеличивает продолжительность жизни. Но здесь мы имеем цель, первую цель о том, что наша цель как раз не отсрочить, и намерений у нас нет, не приблизить. У нас есть намерение одно – повысить качество жизни. А за счет этого, да, мы опосредованно влияем на продолжительность жизни в сторону ее увеличения и ее комфорта. Здесь нет никаких противоречий. Но, а с другой стороны, это свидетельствует о том, что это некий терапевтический метод. И, наверное, не всегда, если мы возьмем, например, ночное апною, то это не всегда палеотивная помощь, не всегда удовлетворяет требованиям пациента. То есть респираторная поддержка должна выходить за рамки палеотивной помощи или идти параллельно, как одна из наших мыслей. Поэтому в заключении, так все же, да, на вопрос лекции у нас палеотивная помощь или отделение реанимации терапии, вот мы видим небольшую сравнительную табличку, что нашего пациента и где ждет. Да, мы видим, что акцент на комфорт и акцент на извлечение от заболевания, плюс нельзя сказать про систему финансирования нашу, да, и что же выбрать для нашего пациента. Ответ вот такой, выбирать-то должен пациент, выбирать должен родственник в рамках действующего законодательства, если он назначен опекуном, либо вообще законный представитель. И есть ли еще варианты, да, наверняка все-таки мы приходим к тому, что длительная респираторная поддержка, нельзя ее так делить грубо, либо палеотив, либо реанимация. Это что-то свое, отдельный, как бы нельзя сказать, что это вид медицинской помощи, это некий набор услуг, да, который может быть интегрирован в любой вид медицинской помощи и в любой профи, будь то пульмонология, терапия, кардиология, неврология, реанимация, палеотивная помощь, это некое сопровождение пациента, обеспечивающие и качество, и комфорт, и некие терапевтические методы. Выводы, да, что нужно. Ну, здесь, как обычно, четвертый пункт, доступность специалиста по респираторной поддержке 24 на 7, всегда должно быть место для консультации пациента, его родственников. Обязательно все это делается с согласия пациента, не формального, а именно с абсолютным пониманием пациента и людей, вовлеченных в процесс, что их ждет и чего они хотят от этого. То есть должны четко быть объяснены и преследоваться общие цели, как и пациента, так и системы здравоохранения в лице медицинской организации или конкретных врачей, оказывающих помощь в будущем. Чтобы говорить, да, что интеграция в палеоативной помощи в отделение реанимации идет полным ходом, да, чтобы это не было словами, вот я привожу пример, что глава, в одной главе большой раздел посвящен именно палеоативной помощи в отделениях реанимации. То есть это уже не просто рассуждение, это уже нашло место на бумаге, и в принципе многие врачи, и эта книга пишется для того, чтобы ей следовать. Это, конечно, не клинически обязывающий, но все-таки задающий вектор. Наличие потребности в заключении, да, длительной респираторной поддержки – это критерий качества. Если вы вспомните те фотографии грустные, которые я показал недавно, да, то там вопрос о длительной респираторной поддержке не стоит у этих пациентов, там есть еще над чем работать. А когда качественно оказывается медицинская помощь, то начинают появляться эти пациенты. Это становится возможным, вопросы начинают задаваться, и больные появляться, и появляется спрос на эту услугу. То есть мы говорим о том, что система здравоохранения наша развивается, потому что у нас появляются эти пациенты. Их будет все больше, больше и больше. Ну, пока мы, наверное, что-то там новое не изобретем, но пока это не предвидится. Спасибо огромное за внимание. Надеюсь, я был вам полезен и интересен. Берегите себя. Если будут вопросы, обязательно на них ответим. Спасибо.